В 2017 главной хоккейной лиге по игре с шайбой исполняется 100 лет с момента ее основания. И это отличный повод вспомнить историю одной из старейшей спортивной организаций в Америке и, безусловно, сильнейшую хоккейную организацию в мире – Национальную Хоккейную Лигу. Продолжение следует... Оригинальная шестерка Сезон 1942-43 годов Национальная Хоккейная Лига начала только шестью командами – Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, Toronto Maple Leafs, New York Rangers и Montreal Canadiens. В связи с этим произошел ряд изменений при проведении соревнований. Теперь командам приходилось играть друг с другом по 10 матчей в течение регулярного сезона – 5 на домашнем льду и 5 на выезде. Таким образом, регулярный сезон разросся до 50 матчей. Потерпел изменения и розыгрыш плей-офф. В него теперь попадало 4 лучшие команды регулярного сезона. Причем первая команда играла с третьей, а вторая с четвертой. Победители пар выходили в финал. Теперь же все серии проходили до 4 побед, а не только в финал, как раньше. Также изменился и порядок проведения матчей в плей-офф. Теперь они проходили по парным. То есть первые две игры на льду одной команды, потом две игры на льду другой команды. И только потом игры начинали чередоваться. Это было сделано в первую очередь для сокращения расходов на переезды и перелеты команд. Вторая мировая война была в самом разгаре, и команды продолжали терять игроков, призываемых в армию. Особенно удручающее положение сложилось в Нью-Йорк Рейнджерс. Команда осталась без ротарей, и в итоге клуб занял последнее место в лиге. Зимой 1943 года по пути в Торонто скончался от сердечного приступа Фрэнк Калдер, занимавший пост президента НХЛ с 1917 года. Рэд Даттон, владелец Американс, временно заменил его. Хотя всем было ясно, что следующим президентом лиги станет Кларенс Кэмпбелл, выбранный самим Калдером в качестве своего преемника. В том же году НХЛ внесла изменения в регламент. Десятиминутные овертаймы в регулярном сезоне были отменены. И если основное время матч завершался в ничью, то результат становился окончательным. 10 ноября 1942 года в последнем овертайме в регулярном сезоне НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс обыграли Чикаго со счетом 5-3. Овертаймы возвратятся в регулярные чемпионаты НХЛ только 41 год спустя. Победу же как в регулярном сезоне, так и в плей-офф одержали Детройт Рыб Двинкс, отличавшиеся надежной игрой в обороне и одолевшие в финале Кубка Стэнли Бостон Брюнс со счетом 4-0. В новом сезоне 1943-1944 года канадин сдоминировали в НХЛ, проиграв из 50 матчей всего 7 и буквально сметая всех на своем пути. Основным козырем команды стала тройка Той Блейк, Элмер Лач и Моррис Ришар, забросившие в сумме 82 шайбы. Аутсайдеры лиги Нью-Йорк Рейнджерс были вынуждены прибегнуть к помощи новичков и отыгравших уже свое ветерана, из-за того, что все ведущие хоккеисты клуба записались в армию. В начале сезона НХЛ снова немного изменила правила, добавив красную линию. Инициаторами нововведения стали Буше и менеджер Бостона Арт Рос. Если раньше команды не могли делать передачи своей зоны в среднюю, то теперь они могли пасовать до красной линии. По оценке Буше и Роса, старое правило замедляло игру, так как обороняющаяся команда не могла порой подолгу выйти из своей зоны, находясь под постоянным давлением соперников. Великолепно проведя регулярный сезон НХЛ, Монреаль Канадиенс были лучшими в плей-офф, впервые с 1931 года вернув себе Кубок Стэнли. В 9 проведенных играх клуб добился 8 побед, потерпев всего одно поражение. В финале в сухую были повержены Чикаго Блэк Хоукс 4-0. 11 ноября 1943 года впервые в истории лиги был забит гол в пустые ворота. Произошло это в матче Бостон-Чикаго, когда старший тренер Брюинс Арт Рос заменил своего вратаря шестым полевым хоккеистом, чем воспользовался форвард Блэк Хоукс Клин Смит. За 48 секунд до конца игры Чикаго одержало победу с общим счетом 6-4. 23 января 1944 года Детройт Рэд Уинкс установили рекорд НХЛ, одержав самую крупную победу в истории. Детройт обыграл Нью-Йорк Рейнджер со счетом 15-0. 18 марта 1944 года Джек Адамс стал первым тренером в истории НХЛ, одержавшим 350 побед. Случилось это после того, как Рэд Уинкс переиграли на своем льду Чикаго со счетом 6-3. В сезоне 1944-45 канадиенс продолжали лидировать в НХЛ благодаря блестящей тройке нападения Той Блэйк, Элмер Лэдж и Моррис Ришар, которая набрала в сумме 230 очков, 105 голов и 125 голевых передач. Моррис Ришар впервые в истории лиги достиг магического рубежа в 50 шайб, побив рекорд 1918 года Джо Маллоуна. Критики Ришара говорили, что Маллоун забил 44 гола всего в 22 играх, при запрещенных в то время передачах вперед. Ришар же провел 50 игр, часто не с самыми сильными соперниками, так как многие лучшие хоккеисты находились в это время в армии. Тем не менее, с фактами не поспоришь. Ришар по прозвищу Ракета первым достиг этого рубежа в 50 шайб. Мощно проведя сезон, канадиенс неожиданно во время плей-офф уступили в полуфинале Торонто, отставшие от фаворитов в регулярном сезоне аж на 28 очков. Успех Maple Leafs объясняется фантастической игрой голкипера-новичка Фрэнка Маккула, заменившего в команде призванного в армию Турка Броду. В финале же Торонто в упорной семиматчевой битве одолело Detroit Red Wings 4-3. 8 марта 1945 года форвард Red Wings Сид Хоу набрал 516 очков в своей карьере, став самым результативным хоккеистом в истории НХЛ. 14 июня 1945 года НХЛ отказала Филадельфию в заявке на включение команды из этого города в лигу. После Второй мировой войны в НХЛ вернулись многие хоккеисты, служившие в армии. К сожалению, многие так и не смогли вернуть себе былую форму. Даже знаменитая тройка нападения Boston Bruins – Бобби Бауэр, Милл Шмидт и Вуди Думар, доминировавшие в лиге на рубеже 30-х и 40-х годов, не смогли выйти на свой прежний уровень. Многие предрекали падение Монреал Канадиан с вершины турнирной таблицы, заявляя, что команда сумела добиться успеха во время военных лет за счет своей молодежи, в то время как многие другие клубы потеряли практически всех своих ведущих игроков. Невзирая на критику, клуб доказал, что их победы не были случайны и снова стали чемпионами регулярного сезона. В плей-офф с помощью атакующей тройки Той Блейк, Элмер Лэдж и Моррис Ришард, Канадиенс выиграли свой второй кубок за последние три года, переиграв в финале Boston Bruins со счетом 4-1. Перед началом сезона 1946-1947 годов, Рэд Даттон, успешно проведший НХЛ через военные годы, заявил о своем уходе в отставку. Новым президентом лиги стал Кларенс Кэмпбелл, бывший судья НХЛ, подполковник канадской армии, принимавший участие в работе Нюрнбергского суда над нацистами. Первым же решением при новом президенте стало увеличение количества матчей для каждой команды в регулярном сезоне, до 60 игр, по 12 матчей с каждым из соперников. Четвертый раз подряд лучшими в регулярном чемпионате стали Монреаль Канадиенс, но в финале плей-офф Торонто вырвало из их рук кубок Стэнли, победив со счетом 4-2. 16 октября 1946 года 18-летний нападающий Red Wings Горди Хоу забросил свою первую шайбу в НХЛ в матче Детройта и Торонто. В той же игре Хоу поучаствовал в двух драках. И на этом сегодня все. Если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк, оставьте свой комментарий, расскажите о нем друзьям и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего нового. До скорых встреч на канале Ray History Channel. Субтитры создавал DimaTorzok